На рынке европейских валют аналитики отмечают труднопредсказуемую и труднообъяснимую ситуацию. И кажется, все дело в нерешительности трейдеров. Участники рынка не понимают, в какую валюту вкладываться и, скорее всего, предпочитают дождаться публикации всех сегодняшних важных новостей. После чего эти данные подвергнутся тщательному анализу и уже на основе этого будет формироваться новая торговая стратегия. Итак, на графике пары евро-доллар мы видим, как котировка застряла в боковике у отметки 1,0900, спуск под который может спровоцировать продажи к целям на 1,0864 и 1,0742. Но, повторим, продавцы не спешат с новыми сделками, поскольку есть обоснования и для роста графика. Эксперты технического анализа пока просто наблюдают за происходящим. А вот предпочитающие фундаментальный анализ делают акцент на теме диспаритета, процентных ставок и различия в риторике центробанков еврозоны и Соединенных Штатов. Сегодня в странах Старого Света публиковались предварительные данные по инфляции за декабрь месяц. Предполагалось, что темп роста потребительских цен вновь ускорится до 3% годовых. Инфляция действительно выросла, но лишь до 2,9% годовых. Это был первый всплеск инфляции с апреля, и он был вызван главным образом базовыми эффектами, связанными с ценами на энергоносители. То, что инфляция в еврозоне вновь растет, это явный сигнал европейскому центральному банку удерживать ставку на высоком уровне, а может быть даже и поднять еще выше. Но вот то, что инфляция росла из-за высоких цен на энергоресурсы, может служить оправданием для того, чтобы выучить из внимания от центробанка этот тревожный звоночек и продолжить рассуждать о вероятности снижения ставки. Как бы там ни было, но сегодня трейдеры ожидают еще одну очень важную новость. Публикация отчета по занятости в США, где, согласно прогнозам, могут быть зафиксированы признаки ослабления рынка труда. А уже это, в свою очередь, вернет трейдеров к спекуляциям на тему вероятности скорого снижения ставки американским центробанкам, что станет весомым поводом для продаж доллара. И на графике пары фунт-доллар заметно нежелание трейдеров покупать доллар. Котировка удерживается от снижения, вопреки необходимости снять статус перекупленности пары. И в случае подъема выше уровня сопротивления на 1.2695 возможен резкий скачок графика вверх к целям на 1.2787 и на 1.2817. А на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте сегодня. Не пропустите. До встречи.